Вставай 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 Господи, ну доброе утро, Казахстан Доброе, самое-самое, что ни на есть Доброе утро, друзья мои Это утренняя шоу Жень, это не знаю, что сказать Неужели Босс Дэй хотела сказать? Нет, это утренняя шоу-будильничка Мне кажется, на самом деле, на улице сейчас дубак Я ехал сюда, вот так вот колотило меня Причем нереальный дубак, меня само вот так вот колотило Я закутывалась, укутывалась Поэтому вас предупреждаем, друзья, заряжайтесь отличным настроением Теплом нашим, глаза заряжайтесь Мы как обогреватели Не только будильники, но еще и обогреватели ваши И, конечно же, я не знаю, как называется Прибор по поднятию настроения Будильники, естественно, будильники Тоже будильники, друзья Жень, о чем сегодня будем болтать? Ты знаешь, я хочу с тобой поболтать Все-таки, недавно столкнулась с тем, что Моя подруга позвонила мне и сказала Жень, ты не могла бы мне помочь найти съемную квартиру И я как-то Почему-то у меня такое дежавю Я вспомнила, как я когда-то Приехала в Алматы Искала себе эту съемную квартиру И сколько было Историй именно с этой темой связано Все-таки, знаешь, мне кажется Эта тема очень актуальна Очень актуальна, нереально актуальна Потому что большинство, мне кажется, алматинцев Да, снимают квартиры Даже есть те коренные алматинцы Которые снимают на самом деле квартиры Есть сайт, где продают и снимают квартиры Да Есть точка какая-то специальная Раньше она была на Зеленом базаре, а сейчас Да, по-моему там же и осталось Где люди приходят Где всегда куча-куча народа Ну, в общем, знаешь, это еще хороший бизнес Я тебе скажу Это отличный бизнес Можно иметь 2 квартиры и сдавать и не работать Можно иметь и 5, и еще и 10 квартир, понимаешь? И вообще жить припеваючи Поэтому сегодня поговорим мы с вами о О съемных квартирах, Женье О картинах О съемных квартирах И я думаю, что сегодня будет очень-очень интересно Ну, а сейчас клип на лучшем музыкальном Доброе утро, Казахстан В нашей студии замечательный гость Если честно, Жень, когда я его увидел, я ахнул И, наверное, сейчас все его увидели и тоже ахнули Я не знаю, Даша, это хорошо или плохо, что все ахнули Это опасно Это опасно, потому что, друзья, сегодня у нас в гостях, знаешь, столько много регалий Я даже не знаю, с чего начать Во-первых, это наш коллега Во-вторых, это наш друг В-третьих, лучший пародичник баранов В-третьих, бородач, шоумен, поэт Все, это Фима Иванов Тебе доброе утро Еще утку умеет делать А, утку еще Всем доброе утро У-ху Фимка, рассказывай, как ты сегодня проснулся? Да вот зима как Понятно Подходить стала поближе И тяжело мне стало просыпаться Летом бодренько встаешь в 6 утра, смотришь Солнышко А куда ты встаешь в 6 утра летом? Да никуда, просто вставал и бегал Думаю, чего спать-то? После работы вечером пришел Он не спится Прожигать такие солнечные дни Дальше ты открыл глаза Вот открыл глаза Фиму Иванов Что? В телефон? Лайки? Что делает Фима Иванов? Под бок жене Под бок залез и ищет что-то Ужин Ужин Завтрак Умываться первым делом я иду До этого нужно потыкать кошку Конечно Потыкать кошку? Да А нам ответ У тебя сколько кошек? Одна Одна, да? А у тебя же много, по-моему, было Я вот как-то смотрел по инстаграму Или вы продали котят? Нет, ну у нас еще кот, но он живет у родителей Они просто продали Так, две кошки в доме это перебор Они же будут играть все время И еще кое чем заниматься Хорошо, проснулся, Фим Иванов пошел Умылся там, что-то сделал Дальше куда оно идет? На работу На работу, а завтракать? На рабочую Ясно Экономия же какая-то должна быть Что ж объедать-то сам себя когда Слушай, а на работе что бесплатно там кормят? Раздают Представьте нас, да Завидуем вам белой зависти Ну хорошо, ты зависит от инстаграмма, от соцсетей Вообще, от ВКонтакта и так далее Ну я люблю Ты люблю? Но независим Ну, зависим-независим Если все время Вот если ты сутки не зайдешь куда-нибудь Нормально Нормально Нет, когда обычно на отдыхе Либо много работы Я не успеваю туда заходить Но какая-то работа происходит Все равно, наверное, даже в инстаграме Мне кажется, знаете, когда человек постоянно сидит Либо в инстаграм, либо в ВКонтакте Значит, либо он безработный, либо он не на отдыхе В ВОТСАПе идет все время работа Поэтому, ну, сотовый телефон включен Я онлайн, наверное, 24 часа Хорошо, вот твой рабочий день закончился Ты приходишь домой Во сколько ты ложишься спать? Я еще дома работаю А, еще ты дома работаешь? Да, да, да В общем, ты трудоголик Дома составляются какие-то сметы Что-то пишется, куда-то отправляется Отправляются Дима за продуктами в ближайший магазин Нет, подожди За продуктами это отдельная история Как я хожу А у тебя нет выходного? Ну, мы же творческие люди Значит, ненормированный график Бывает это в понедельник Но сейчас чаще в воскресенье выходной Это значит, ты весь день плюешь в потолок? Ну, дома, жена, ребенок, родители То есть ты все-таки свой выходной проводишь в семье? Ну да, конечно, конечно Не одна ты плюешь, знаешь Потому что все творческие люди в клубы и так далее Ты уже оттусил свое, да? И ты уже более семейный человек такой Да я, наверное, давно уже оттусил Потому что когда с этим связано работа И ты по вечерам в пятницу, субботу где-то работаешь Иногда еще в четверг или в понедельник где-то работаешь вечером От этого уже устаешь И ты хочешь в горы поехать, на природе где-то посидеть Как я тебе понимаю В ресторане поторчать Давайте все таки сейчас потусуемся А Женька скажет как Давай Под наш клип на лучшем музыкальном Эй!фимКа у нас в гостях сегодня! Иванов! Я спросил, что ты сделала с игрушкой? Зачем порвали бедолагу? Что ты делаешь? Я не знаю, кто так над ним издевался. Причем порвали-то хорошо выше попы. Спинку порвали. Привет. Слушай, Фима, я давно хотела спросить тебя. Фима, а вот твое полное имя? Ефим. Ефим. Это кто тебя так назвал? Родители? Бабушки? Дедушки? Сестра. Сестра? Да. Почему ты не 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 Паша, не Саша, не Коля? Слушайте, я все время путаю вот эти два фильма. Приключения электроника и гости из будущего. Гости из будущего. Там был мальчик Фима Иванов. И вот когда я родился, а сестре очень нравился этот фильм, она сказала, ну, я пухлый, пухляш такой был, это сейчас я худыш. А тогда я 4 килограмма был. Сколько? Какой у тебя рост? Метр восемьдесят семь. А почему ты не пошел в модели? А вот я пошел! Пошел. Почему я же был моделью? Ты был моделью? Да, 2007 год. Как только я устроился, причем Женя Коновалов спрашивал, а ты ходить-то умеешь? Я ответил ему популярным нашим матерным языком, тогда зачем мне ноги? По-другому. Если принят, говорят, этот парень принят, вот он нормальный. Тим, а откуда ты приехал? Ты же приезжий. Нет, я родился в Казахстане, в городе Приозерск. Если вам это о чем-то говорит. Говорит? Нет. Деревня. Потом переехал в Бишкек. В Бишкеке я отучился, закончил школу, поступил в университет и сказал, все, спасибо, родной мой край. До свидания. Мне пора, вы уезжай. И ты приехал сюда? Да, да, да. Это во сколько лет было? В 2007 год, сколько мне было? Я не знаю, сами считать. А сколько тебе сейчас? А сколько лет? 28. 28. Да, 28. С математикой у всех плохо. Ну, в общем, давненько. Хорошо, ты всегда мечтал попасть на телеписки, где-то работа? А с кем, на кого ты отучился? Менеджер туризма. Я таких, как вы, должен был отправлять в Турцию. А когда бы вы ко мне приходили, я говорил, ребят, ну Грузия, это да, вот Турция, это уже пройденный этап, а вам видно, что ну как-то... Что надо уже и в Грузии, понимаете? В Батуми. Ать-ать-ать-ать-ать-ать. Вот этого вы хотите. Шашлыки, машлыки. Так все же, как ты попал? Как ты попал просто? Как я попал просто? Ну, первая попытка, наверное, она... Просто. Да, она промычалась. Промарилась? Нет, не то, что провалилась, мне Катя предлагала, вот. Я сказал, да я как-то не вижу себя в этом во всем. А потом уже, спустя какое-то время, был кастинг, и Дана, вот, Раскальдинова, она, я с ней познакомился, и она меня позвала. Приметила тебе? Да. По блату, значит? Нет, как по блату. Мы же не дружились с ней. Она на кастинг, да, тебя позвала или нет? На кастинг позвала, да. Я проходил его там три раза, и очень много людей, которые одобряли меня, поддерживали, поэтому вам большое спасибо. А говорили, что, ой, нет, что-то этот парень не так никакой-то, нет, не проходит никуда. Ну, говорили... Ну, закрывались двери, я не вижу, что... Ты пришел, и все сразу тебе нафиг. Ну, я его проходил три раза, мы три раза отписывали какой-то пробный вариант программы. Так. Вроде говорили, подходишь, но не уверены, нужно... Я тогда переживать начал, ну, нужно смотреть тебя, ты еще какой-то... Сырой. Вообще сырой, и мне казалось, что я бог. Я пришел вот так вот, сел начитываться, сел начитываться, это делают стоя, чтобы диафрагма работала. А ты просто села. А я сел, а вот так открылась дверь, и моя уже жена, тогда я... Уже жена. Да, 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 сказал, ты что сел? И все, вы влюбились друг в друга. Ну, я понял, я... Нет, я тогда понял, мы же такие ребята, понимаем, что к чему. Я думал, ну так, да, орешь на меня, ну ничего, я там еще через 20 лет. Через 20 лет. Скажи, а ты по профессии не работал никогда, получается? Нет. А, ты имеешь в виду по... Туризму. Работал. Работал? Да. В Алматы уже? Да, ну так, неофициально, у меня просто были знакомые, у которых были турфирмы, я находил им клиентов, получал какой-то свой процент от этого. И все, вот так ты проживал вот здесь, в Алматы, да? Или твоя первая работа? Маленький бизнес был. Какой? Мамочка, какой у тебя бизнес? Сначала я приехал в Алматы, жил в бараке. Кстати, мы об этом поговорим на наборке. Начал жить, устроился в модельное, то есть у меня вечером была гламур-тусовка, но уже утро... Барак. Барак. И Фима такой, в костюмах, в барак. Дефилирует. Абсолютно верно. Со свиньями в грязи там, с барашками. Привет, друзья. Так бизнес какой был? Потом я пошел работать барменом, старшим барменом. Поработал-поработал, сильно устал от этого всего и начал заниматься сотовыми телефонами. Представляете, да? Сейчас заходишь куда-нибудь в студент или куда-нибудь в Тун, там, и Фима с телефонами. Нет, в студенте не работал, начинал с зеленого базара. Там же я... Ты сам стоял или просто на тебя... Впаривал, нет. Впаривал я китайские дешевые корпуса, потом когда ко мне, причем я же их самый переобувал, через три дня приходили и говорили, что-то вот не работает здесь камера. Я говорю, кто вам это продал вообще? Что за... Я говорю, нормальный корпус, просто чуть-чуть отошло. Причем мы покупали, ну, дешевый прям самый вариант, ну, а как-то нужно было выживать, кушать-то хотелось сильно. Потом переехал в ЦУМ, около ЦУМа работал. Уже попрестижнее, да? Уже попрестижнее, да? Да, уровень поднял. Потом вот взяли меня на канал работать. Ты забросил свой бизнес? Нет, я еще полтора годика отпахал. Причем очень было забавно, когда люди подходили ко мне именно к тому, что узнавали и говорили, а вот этот парень, если сделает, сколько денег он возьмет? Ничего себе. Слушай, можно на популярности свое вот так вот зарабатывать, да? Я и зарабатывал. Нормально ты зарабатывал. Менял динамики по 5-7 тысяч, когда все брали две. Пользовался, пользовал. Мне кажется, Фима, это нечто, просто как наши клипы, друзья. Прямо сейчас смотрим, а в следующей студии поговорим уже о съемных квартирах. Где ты жил, как ты вообще приехал? Пока мы говорим про инфекции ногтей. Какие? Фима тут мне советует отрезать ноготь, потому что это может быть гангрена. Какие вы идиоты. Я сказал мне отрезать, а отрубить тебе палец. Это потом, если он уже врастет. Нужно хотя бы стричь, чтобы они не пивались для начала. Нет, они пострижены. Я представляю, что там у тебя по шапочке. Там он у меня вот так. Вот так палец, вот так ноготь. В общем, мы сегодня оболтаем на тему съемные квартиры. Вот ты, когда приехал в Алма-Ате, ты жил... Все приезжие сталкиваются с этим, да? Изначально ты жил в бараке. Да, потому что у меня не было денег. Как это было? С кем обычно живут в бараке? Я не знаю. А что такое барак? Барак. Это одноэтажный домик, который стоит ниже земли. На половинку, полтора раз. У всех окна нормальные, а у тебя половина, ты видишь землю, а половина... Ребя! Так. Ну, у меня был чуть-чуть лучше барак, как вип-класса. И в одной комнате сколько человек? Восемь. Сколько? Восемь. Восемь человек. Восемь человек, нет горячей воды, газ коптит. Но когда я заехал, к моему счастью или сожалению, вот я здесь до сих пор не определился, та дальняя комната была вся занята. Мне сказали, Фим, ну там чуть холодно. Ну как холодно? Как на улице. Потому что он не топил пока какое-то время. Там только на четвертый день протопилось. Я спал в куртке, получил воспаление всего, чего только можно было получить. Обалдеть! Ну так вот, заходишь, такая небольшая комната, но у многих, наверное, залы такие. Маленькие, квадратов 40. Вот куда перегрегнул я. Квадратов 15. 40, ничего себе! Нормальная такая. И вот так, вот так кровать. Вот так, вот так, вот так кровати стоят. Небольшой холл, он же коридор, он же еще полкомнаты. Это кухня и, я не знаю, умывальник в одном лице. Вот. А туалет где? На улице или нет? Нет, конечно, там. Конечно, на улице дырка стоит. Велкам! Но когда идет дождь, можно распахнуть дверь и сказать, вот она матушка природа! Не стесняйся ничего, все равно никто не видит. Два часа ночи писать хочется. Потому что пока ты добежишь до туалета, тебя уже выжимать можно. А холодно, сушиться не на чем. Ну а вот с кем ты жил, да, вот с этими ребятами? Они где работали? Подож, как ты нашел вообще этот барак? Ну, есть же волшебная точка. Меня встретил Lexus 470 и привез к барак. Серьезно говорю. Как это так произошло? Потому что сестры, друг, она его попросила слезно встретить своего брата. Это пафосно. Да, денег-то не было. Это очень пафосно. Денег-то не было. Встретили очень хорошо, слов нет. Ну а дальше? Она тоже жила тогда в не суперусловиях. И у меня было вообще все супер. 150 долларов на кармане. Я приехал покорять Алматычу, а что мне? И 100 долларов я отдал сразу за КВ. Задав койку, точнее. Это месячная плата? Я прожил там 3 недели всего. А потом что произошло? Ну, связи, детка. Слушай, у нас так быстро за 3 недели поднялся Фима. А потом куда вы уже в квартиру приехали? Да, но квартира тоже была не ахти, но по крайней мере... По крайней мере это квартира. Горячая вода, газ. Ну, конечно. Промерзали стекла до такой степени, что... Что? Четвертый этаж угловая просто. Жарок улоботанический. Промерзали так, что лед был, понимаешь? Но все же мы как-то старались... А сколько там человек жил? Четыре. А на скольке комнатная? Двух. Нормально, то есть... Это нормально. Там, правда, негде было спать. Ну, то есть не было никаких там лежаков, ни диванчика. Зато на кухне стоял стол. Это шикарно. А сколько она стоила месячная? Вот я забыл уже. То ли 600, то ли 700 долларов. Но мы тогда просто устроили все на работу и скинулись... То есть это было нормально? Да. Ну, я уже, видите, ребятам, которые давно живут в Алматы, у которых там как-то с финансами было легче, чем у меня. Они за первый месяц за меня заплатили, а потом уже... Заплатил за них. За них, за всех, да. Да, за всех. Нет, ну я продукты там покупал, как-то тоже старался. Я помню, потому что когда я приехала в первый раз в Алматы, и мы жили в однокомнице втроем. Ну, это было нормально. Это прям хорошее условие. Это прям хорошее условие. Потому что я тратил 200 тенге в день на еду, и... У тебя был лимит? А как? Конечно. 200 тенге на еду. Что в 200 тенге входило? Сосиска, хлеб и бич-пакет. Еще у меня литровая была банка, и туда можно было заваривать чай. Это была моя кружка. Ну, не было. Не было. Я вот с ней также переехал в квартиру. Жаль выбрасывать. Хорошая банка. Ну, а вот смотри, ты переехал в Алматы, ну, в таких жилусловиях, да, изначально. Ты не жалел, что ты приехал в Алматы? Не жалел, выл я. Ты хотел обратно уехать? Ну, у меня, наверное, только первый вот день, когда я из нормальной квартиры переехал. В это? Я не разувался у себя в моем бараке, вы понимаете? Когда друзья приезжали, они там пытались снять обувь, я говорю, ты посмотри сначала, это земля. Я сплю в обуви, потому что я мерзну. Обалдеть. Больше всего обидно было, когда ты хотел чего-нибудь, ну, там, пирожок какой-нибудь, или самсушку купить. Подходил там, тратил 80 тенге. Я, это нереально, нереально. Это две сосиски. А две сосиски с луком можно умять, и полбулки хлеба ты уже наел. Дет или ужин, да. Понимаешь? А она пустая. И вот тогда слезы человека наворачиваются на глаза, когда мне рассказывают, там, студенческие годы, общага, я говорю, это все вообще ерунда. Хотя я тоже был студентом, но я жил в бараке. Ну, стремясь к лучшей жизни. Слушай, это нереально. Я помню, ну, у меня единственный момент, когда не было денег, были какие-то последние 100 тенге, и ты шел, и ты понимал, что тебе сейчас нужно взять, может быть, картошки, может быть, что-то еще для того, чтобы тебе покушать и как-то выжить. Ну, мне друзья помогали, вот, ребята, с которыми я познакомился. А ну, ты сразу нашел знакомство? Да, конечно. Ну, вот, получается, ты приехал в Алмату, и у тебя, кроме сестры, здесь никого не было? Или были уже друзья? Нет, нет. Нет, никого не было. И ты приехал, такой покоритель в барак. И это ладно, на примерно четвертый день, когда вот я уже устроился работать в модельное агентство, потом была небольшая тусовка. Я представляю, модельное агентство и барак. Это уровень. Это... Подождите. У меня же еще чуть-чуть денег осталось, вы не забываете, что... 50 долларов у тебя было. Да, ну, там чуть меньше, потому что я еще то ли тысячу, то ли две за одеяло отдал. А. Да, и я просто прошел, пошел и пропил, и проел еще 4 тысячи деньги. Это было святое, Жень. На утро я... За что? Вы видели, когда-нибудь идиотов говорил я, смотрясь в зеркало, которое я украл у автомобиля? Он стоял долго, я как-то бриться же должен был. Автомобиль стоит, никому не нужно, уже заржавел. Я подумал, что если я украду, то никто не будет никуда заявлять, оно мне нужнее. Я вот так вот поставил и брился в холодной воде. Хотя я нагревал воду, да, там же был чайник, он, правда, коптил чуть-чуть. Нормально. Вот эта фима рассказывает, да, как будто, знаешь, какие-то 80-е, знаешь? Да, да, да. Хотя это так недавно было, да? Ну, практически. 2008 год. Зато потом, поработав полгода, и когда я устроился барменом, я, кстати, в этой сфере тоже очень хорошо двигался, я и работал в Бишкеке также, я работал там. У меня, кстати, есть диплом повара, я-то умею... Да, ну! Да, ничего себе, вспомнил. Готовлю-то я давно, но отучился, то есть я могу работать официально. Отучился, я работал и официантом, и барменом, и администратором, смотрящим за кабаком, короче, я мог в легкую. Но это потом я стал. И когда устроился барменом, они посмотрели на мои возможности, на то, что я умею, и мне сделали около 1000 долларов, ребята. 1000 долларов? За две недели, плюс модельные, и я сказал, опа! Хоть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть! И ты переехал из Жирокого Ботанического? Нет, на Жирокого Ботанического. Нет, оттуда ты не переехал? Вот, мы устроились, переехали туда, то есть это все вот буквально в трех неделях. Слушай, ну ты крут! Ну, это же само выживание как-то, у меня инстинкты работали, понимаешь? Хотелось же, я же смотрел, как люди ездят на дорогих автомобилях, приходят в ресторан, платят сами за себя. И тебе всего этого хотелось, да? Ну да, конечно, хотелось. Сейчас мне хочется личный самолет. Ребята, давайте о личном самолете поговорим позже, сейчас мы посмотрим клип. И какое любимое блюдо Эфимии Ивановой узнаем прямо после клипа. Ну, друзья, хорошо, что вы не видели, чем занимался здесь Фим. Бедные наши игрушки. Я гладил их, я люблю животных. Ну, давай все-таки вернемся к твоей прошлой жизни. Нам очень интересно. Вот, ты устроился барменом. Сколько отработал? Времени? Полгода, наверное. Полгода? Да. Полгода ты получал по тысяче долларов? Да. Нормально. Еще, я еще и в бинго работал ведущим. У меня знаете как? Вы когда-нибудь умели спать стоя? Нет. Вот я спал. Настолько кондукторы выучили меня. Я еще с Жарокова-Ботанической ездил на Красногвардейскую. Кожедуб. Это что я вспоминаю? Кожедуб. Кожедуба, да, на автобусе занимал иногда это полтора часа. Полтора часа? Зима. Нужно было вставать рано. Работал я бинго с 10 или с 12. Когда как? Когда как успевал. До 4. Вот придешь, перекинешься слегка. Я помню, за баром уснул и шеф приехал. Не администратор, а именно само начальство. Я слюни гоняю, у меня там все течет. Он подошел и так по столу хлопнул. Я соскакиваю и говорю, пиво, пиво отдал. Он говорит, Финка, успокойся. Ты уволен? Нет. Успокойся? Он очень такой, я хорошо работал. А, он понимает. Да, да, да. Он говорит, ты вот налил, выпей. Тут понеслась душа в рай. Нет. На рабочем месте не пил никогда? Нет. Ну, после работы, да. С жажду повара не пошел. У тебя-то и образование, и умение. Я не люблю стоять на кухне. Для своих люблю. Ну, ты любишь готовить. Для своих люблю, да. Что у тебя вот фирменное блюдо, Фима Иванова? Я не знаю. Ну, мясо вроде неплохо получается. Мясо какое мясо? Любое мясо. Человеческое? Ну, не, это перебор, да. Есть у тебя татуировки. Когда ты первую татуировку сделал? О, 10 лет назад. 10 лет назад? Это ты совсем не говорил? Подождите, самое главное не рассказал. Так вот, отработав полгода, собрав бабки, я поехал в Бишкек. И вот так раскидывал все ими. Ты был звездой. Кого? Фима едет, Фима. Мы с моим близким другом жрали в ресторане, обедали в ресторане, а уже вот вечер проводили в ночном клубе. И в день уходило 100 долларов, 100 долларов, 100 долларов. Мне казалось, что, ой, шо, 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 у кого, кукуй, всем чаю, всем. Я говорю, угощаю. Вот этим, значит, шампанского. Ну, все, ты тогда уже стабильно зарабатывал, получается. Да, ты понял, как можно жить и как можно вообще существовать. Вот песня кайфуем. Да. Песня была про меня. Ну, смотри, ты ушел, почему ушел от барменства? Ну, устал, без выходных-то, что я. Я сначала с бинго ушел, потому что нереально уже так работать. И тело же на износ, на износ. Бинго, дорогая, 37. А следующий номер, следующий номер. Я уснул. Докупать будете? Я тоже через это прошел. Фима, сколько, через что ты так не проходила? Я уволился с бинго. Так. Потом уволился с ресторана. И вот начал заменять. Ну, тогда вот деньги-то надо было откладывать, а я же умный. Зачем? Сказал я себе. Когда в промежутке я старался наладить свой бизнес в сумме, но мне вот тоже ребята помогли, большое им за это спасибо, не было тоже денежек. Но уже были и друзья, и масса. То есть можно было вообще, в принципе, ничего не делать и сосуществовать очень хорошо с самим собой. Ну, то есть это была прям твоя точка? Ну, у нас было двое. А, ты и твой напарник? Да, я и мой напарник. Мы работаем в паре. Ну, а сейчас не хотел бы продолжить этот бизнес? Нет, ну, он... Нет, в плане не то, чтобы ты продавал, а там у кого-то нанял человека какого-то. Да там и сумм тогда закрыли, и столько вообще всего было. И, в общем, всего-всего накопилось, и ты решил все-таки уйду-ка я в шоуменс. Ну, с ребятами я до сих пор хорошо общаюсь, и кто-то занимается этим, кто-то уже там тоже в другое русло уплыл. А ты считаешь себя хорошим шоуменом? Да и нет. Как можно... Вот там Рознан Жумаев недавно у нас был, говорит, я вхожу в десятку лучших шоуменов. Когда я могу сказать, что я вхожу в тройку? Причем я и два моих амплуа мы иногда делим вот эту нишу. Фим, вот смотри, я хочу спросить, когда ты уже устроился на канал, ты нигде больше не работал? Только на канале? Нет, и в ЦУМе тоже. А, и в ЦУМе. Полтора года так я отработал, и потом... Когда тебя взяли на канал, сказали, все, Фим, мы тебя берем, какие эмоции ощутил? Начал прыгать, бегать, плакать? Или ты еще сначала не поверил, когда включилась эта красная лампочка? Фима, я жил в Ураке, я живу... А сейчас... Мне, во-первых, очень быстро обрубили, потому что были очень хорошие преподаватели, которые там говорили, звездная болезнь, знать ей в лоб и так далее. Ну, то есть люди старались лепить из меня, а я этому подавался, поэтому я как-то и не болел. Ну, да, сначала мне казалось, что я нереален, но это все быстро очень прошло. Но ты болел звездной болезнью, да? Все-таки она никого не проходит. Мне кажется, у каждого была... Когда я пришел и сказал своему директору, что я знаю Джамиле Серкибаеву и Катю Краснову, но я промолчал, что она моя сестра. Он сказал, что мы молились на тебя! Ну, то есть для меня это было круто. А для человека, который, к примеру, работает всю жизнь в этой сфере, и покруче людей знает, к примеру, и там... Ну, не то, что покруче, а ну... Все это общество для него, оно не ново. Он поможет той же Джамиле позвонить и сказать там Джамилюха, Джама там и так далее. А я знаю Джамилу Серкибаеву и Катю Краснову. Но все-таки ты вот просто случайно пришел на телевидение или ты прям целенаправленно пришел? Нет, случайно. Я никогда не думал, не мечтал в КВ, не играл, как стандартная такая. Я с детства играю в КВ. Первое мое мероприятие, которое я провел, мне тогда было 10 лет, такого нет у меня. Когда пошли первые отклики популярности твоей? Ну, вот с первого проекта Охота на свет. Охота на свет. И все, и здесь понеслось. Ну, она же была такая нестандартная. Да, нестандартная, а боялись. Ну, опять же, спасибо большое той команды, той команде, которая это убила. Команды. Команды, которые научились. Ты уже тогда знал не только Джамилю, да? Я многих уже, если... Уже отработал, то, ого-го. Или это твой первый был проект? Первый, да, проект. Ну, еще я вел прямой эфир, вот как вы ведете. Вот я хотел спросить, ты вообще помнишь свой первый выход в прямой эфир? Тебя колотила, колбасила? Фильма. За звоночек. За звоночек. Да, Минга, ты брутальный парень, какой звоночек. Что-то как пип. Звонок. Да, 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 да. Сережка у нас теперь будет звонок в эфире. Когда шел клип, мне дали люлей. За что? За то, что я косячник. И мне нужно было дальше продолжать. Опять же говорю большое спасибо. Зато опыт. Опыт. Безграничен. Что, потом ты уже вырос в телевидении, или все-таки ты остаешься, или ты сейчас хочешь чем-то другим заниматься? Может быть, для тебя какие-то открылись новые, там, может быть, ты хоббички каким-нибудь занимаешься? Что-то новое. Мы больше стараемся делать свои какие-то продукты. Все, ты уже перерос с этого телевидения, когда тебе дают информацию, ты говорящая голова говоришь. Тебе нужно творить и делать что-то. Нет, гениальных же людей очень много. И ребят, там, тех же продакшенов. Делают, приглашают, спасибо им большое. Я что-то сделаю, я кого-то приглашаю. Ну, а вот от самого телевидения ты не устал? Нет, наверное, я начал на него смотреть чуть-чуть по-другому. С другой стороны. Вот есть барахолка, а есть другая. Ну, с какой стороны, как ты начал на него смотреть? С красивой. То есть, как можно было бы сделать уже более так, технично, наверное. Мне кажется, что вот здесь нужно делать по-другому. Но это именно я говорю касательно только своих вещей. Кто что-то делает, я к ним не лезу. Вообще, тебе это не касается. Ну, да. Ну, ты, все равно, вы же работаете в команде, допустим. Ты же можешь там со стороны свой взгляд. Не, ребят, давайте лучше так и так. Ну, мы всегда советуемся, потому что какой-либо не был продукт, он никогда не пишется одним человеком. Сценаристы работают, именно, видите, сценаристы там. Два по четыре, четыре на четыре, группы целые работают. Нельзя сказать, я ли там сделал этот проект. Это делает команда, которая старается. Там тот же оператор, Свет Каряо поставили. Решет, это не увидел. Проект провалился. Ты, например, в эфире страшный. А ты там сидел, писал, старался. Ну, это факт, факт такой. Поэтому должна быть хорошая команда. Это залог успеха, вообще. Знаешь, что ты пишешь? Где твоя муза? Кто? Кто твоя муза, точнее? Жизнь. Это, наверное, в первую очередь. Какие-то жизненные ситуации. Из них выливаются стихотворения. Ну, наверное, больше всего плохие. Плохие? Да, ну, потому что я такой лирик-негативщик. Ну, например, о супруге пишу только хорошие. Любовь, там, няшки, маняшки. Маняшки, маняшки, целоватки, да. Ненавижу эти выражения, но все же. А вот если я скажу, вот ты пишешь, там, о душе, там, какие-то свои переживания. А если я скажу, Фим Моменов, слушай, напиши-ка мне про медведя и столик наш. Я просто скажу свой гонорар. А, то есть ты пишешь? Получается, ты можешь, да, вот, Фим, напиши, ты пишешь? Или ты только по вдохновению? Деньги – хорошее вдохновение, я скажу. А, ну все, ясно здесь. Давай, чтобы мы уже как-то это услышали. Твою любимое зачитаем. Ой, любимое. У меня вот большая очень... Можем после клипа зачитать? Такая ошибка. Нет, моя личная, минус большой. Но если хотите, ставьте клип. Нет, давай мы послушаем, а потом уже уйдем на клип. Они длинные, поэтому прочту какое-то... А четверостишки я не помню. Концовку одного стихотворения. Давай. Я жду ответа не в стихах. Я жду ответа. Да, я с вами. И чтобы горела... И чтобы всегда горела та звезда, которая у вас с вами была вами. Давайте зажигать звезды прямо сейчас, друзья. Вместе с нашим... Доброе утро. Есть у нас один сюрприз специально для наших гостей. Это соцопрос. Это вопрос, на который ты должен быстро ответить. Не задумывай. Не задумывайся выбрать один вариант. Люблю такие штуки. Раз, два, три, поехали. Сейчас, она, Женя, сначала свою волосину... Давай. Она ко мне прилипла здесь. Так, сейчас я сначала найду его. В таком телефоне, мне кажется, вообще что-то сложно найти. Это же груша, да? На вкус она и груша. Все. На. Ты нашел? Давай, да. Читай. Готов? Подожди, сейчас. Готов. Сейчас, подожди. Попробую. Да, готов. Все. Будильник или сон? Будильник. Не думать. Будильник же я сказал. Ты подумал. Ну, я думаю. Будильник. Ну, да. Давай, дай. Сонобуд. Сонобуд. Так, готов? Да. Будильник или сон? Будильник. Большой или маленький? Большой. Можно? Быстрее. Я не успеваю быстрее говорить. Большой. Зеленая, красная? Зеленая. Деньги, слава. Деньги. Быстрее. Деньги, деньги, деньги. Давай, давай, давай. Моисеев, Басков. Моисеев. Музон, это. Музон, это. Моисей. Музон, это. Вы. Твердый или мягкий? Твердый. Лагман, казы. Лагман. Снег или дождь? Солнце. Баран, собака. Баран. 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 Брак, общежитие. Что? Брак или общежитие? Брак или общежитие? Брак, да. Казы. Я выбираю казы или бич-пакет. Фим, почему Моисеев? Я не думал. А добро, зло? Добро. Фим, а ты любишь большие автомобили или маленькие? Автобусы, чем больше. У меня вообще вот мечта. И к шестой. Нет, по жизни. Газель. Газель. По жизни она всегда вот сопутствует мне. Я люблю внушительные телефоны. Женщин с маленькой грудью и большие автомобили. Автомобиль имеешь? Нет, я не водитель. Ты сейчас жену свою обидел? У женщин, у моей жены нормальная грудь. Она записывает. Через 20 лет отомщу тебе. Как-то скажет. Сволочь. Ну, скажи, вот о чем ты мечтаешь? О машине, о квартире, о семье. Семья у тебя есть. Так, все, реализовался там. Может быть, сняться в каком-нибудь блокбастере. Вот твоя мечта. Ты имеешь в виду рабочую? Есть рабочая мечта какая-то? А есть давай рабочую и нерабочую? Давай рабочую и нерабочую. Ну, рабочую, наверное, я бы хотел каких-то два проекта. Именно два. Потому что один юмористический, один серьезный. Да, чтобы и такого фильма знали, и такого. Да. Ну, а серьезный, как Леша Шахматов идет? А, наше право. Ну, нет. Нет, Леша Шахматов, конечно, хороший ведущий, но нет. Ну, наверное, как Ургант. Ну, да. Ну, что-то вот в этом роде. Нет, а серьезный, в чем он должен заключаться? Более, наверное, как Познер. А. Да, мне очень нравится, когда люди прорабатывают и сами очень так великатно, тактично подходят ко всему. Ну, круто он, конечно, подходит. Ургант, Ургант, это шоумен в первую очередь, весельчак такой. Он очень много чего знает, но у Познера глубина. Микрофон нужно выключить просто. Что ты ржешь? Здесь, Серик, выключите колонку. Ну, ладно, давай дальше. Ладно, не будем обращать внимания, пусть там говорят, разговаривают, еще что-то делают. А вот все-таки твоя мечта вот. С меня не подавишься человек. Не могу. С линой, точнее. Твоя мечта. Дальше. Путешествия. Путешествия, ты хочешь... Да, очень. Людишь путешествия? Везде. Где был? Да, много где, ну, стран 12, наверное. О, круто. Стран 12, ого, ну ты молодец. Ну, не так много, есть... Есть люди, которые... Лягушки-путешественники, которые очень часто... А ты был автостопом уехал куда-нибудь? По Европе. По Европе? Не по Мексике. Или по Казахстану, да? Замерз день в степях. Ну, летом же можно. Пока ждал, чтобы... С севера, я сам с севера. Летом в степи тоже холодно, Сережа. Нет? Нет? Не знал. Не ездил по степям, не было север. Ты знаешь, сейчас модное такое явление, амбре на волосы. А у тебя вот на бородке амбре, да? У тебя здесь светлее, а здесь темнее. Амбре? Ты красил? Амбрелла это зонт. Амбрелла? Ты красил обородку. Я вообще терпел, но вот этот вопрос меня добил. А ты красил обородку? Нет, нет. Я на счастье, я на счастье. Она у меня четырехцветная. Подожди, а... Я как кот. Приютите меня, пожалуйста, в квартире квадратов 400. Я не буду мешать, реально. А тебе уже приютили, я даже не буду показываться, да? Я буду жить в своих там 150 квадратах и все. А у тебя есть жизненная креда, в котором ты не изменяешь? Да. Да. Какое? Ясно. Но в одном лишь не выступай на разрыв, иди на разлуку. Только подлости не прощай и предательства не прощай. Никому нелюбимым, не другимым, подважным. Молодец. Слушай, Фима, вот он может быть разносторонненьким человеком, да? С одной стороны такой безбашенный, а с другой стороны такой вот. Фим, а ты можешь быть серьезным? Я не люблю быть серьезным. Почему? Ну потому что... Это твой образ, маска, я не знаю. Тяжелая, серая жизнь. Вечно какие-то у нас проблемы, потому что я всегда стараюсь улыбаться чаще, больше. И даже если мы решаем какие-то серьезные вопросы, мы делаем это с улыбкой. Продлеваем сами себе жизнь. А так, если грузиться, вот как у нас, знаете, там люди лишний раз не улыбнутся. Не все, но есть такие. Я чуть-чуть не понимаю такого. Нет, ну бывает... Главное, чтобы не сложился стереотип, что ты шут какой-то. Ну я же не... В цирке не работаю. Ну а бывает то, что ты грустишь? Очень, очень коротко, очень коротко. Очень коротко, да. Быстро сел, написал, отпустил. Минута такая погрустила. Да? Все. И теперь опять Фима Иванова. Ну что, Фимочка, я хочу, чтобы ты обратился ко всем нашим телезрителям, чтобы пожелал вам доброго утра, чтобы они всегда улыбались и там, я не знаю, что там нажелаешь. Отращивали бороду. Отращивали, причем женщины. Ну, в первую очередь, хотелось бы всем пожелать мира вашим семьям и домам, потому что если там все будет хорошо, то остальное приложится, да. И если какие-то у вас есть проблемы, вы можете их решить с помощью денег, то знайте, это всего лишь растраты. Молодец. Слушайте, не в деньгах счастье, но и не без них тоже, да? Среднячок, среднячок, где ты, милый дурачок? Фимка, спасибо большое, что ты этим утром был с нами, что ты проснулся, что зарядил нас позитивом, да, что искал нас очень долго, но все-таки нашел. С матом, с матом. Давайте. Уговаривали, уговаривали. Спасибо вам. Я думаю, что не раз ты еще окажешься в нашей студии и, может быть, что-нибудь еще новенькое нам и расскажешь. Это твое фирменное, давай, на камеру. Все, здесь без комментариев, на клип уходим. Женька, на самом деле, знаешь, те люди, которые добиваются какого-то успеха, проходят не только через путь, где все уложено розами, но и через все тяжкие, на самом деле. Сегодня Фимка нам рассказал. Я даже не знал. На своем примере, что он и жил в бараках, и где только не работал, только для того, чтобы там прожить. И снимал квартиры. И снимал квартиры. И какие снимал квартиры. И бараки, и со льдом, и все прочее. Так что, кто проходит через это, это не страшно. Это абсолютно не страшно, друзья. Пусть это будет барак, но пусть вас всегда окружают, наверное, только хорошие и добрые люди, которые готовы помочь действительно. И вот, наверное, в такие моменты ты обзаводишься действительно друзьями. Друзьями. Не просто знакомыми, а именно друзьями. Но при всем при этом нужно же и самому быть таковым. Да, это обязательно, друзья. Поэтому те приезжие, кто сразу рассчитывает на хоромы в 400 квадратных метров, забудьте. Все-таки, чтобы остаться человеком, нужно пройти через много всяких ступеней. Много всяких сложностей. И тогда на примере сегодняшнего нашего гостя у вас все будет замечательно, хорошо, вы будете популярны и будете звездами. Ну все, Женька, давай желать доброго утра. Друзья, просыпайтесь, просыпайтесь, просыпайтесь. Увидимся уже завтра. Во сколько, Жень? В полвосьмого, друзья, как обычно, каждый будний день. Ваши будильники, Серж Позитив, Жень Таранова. Этот час были с вами. Вставай, вставай, с первыми лучами вставай. Заловать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай.